швейная машина компании zinger старая швейная машина ну и ее нужно запустить посмотрим в каком она состоянии сказали очень очень давно не шила сейчас откроем и посмотрим что у нас там внутри так ну и открываем ларчик вот что у нас так ну что попробуем машина визу крутится при ржавевшая видно что давно не работали на ней пластины заржавели шкил заржавел ручки нету нету здесь резинки на колесо хотя я должен сказать зубчики на моталке в хорошем состоянии вот здесь вот а вот здесь вот но здесь видно что затерта но тем не менее моталка крутит вроде как нормально так регулятор длины стежка вот это выкручен зубе у нас стоят на месте если я закручиваю ну вот длина стежка появляется появляется до длина стежка вот до конца закрутил ну какая-то длина стежка есть какая сказать не могу сейчас померяем так игольная пластина конечно побита так ну вот ставлю бумагу иголка кривая так ну вот наша длина стежка три с половиной миллиметра от центра укола до центра укола три с половиной миллиметра так ну что здесь регулируется длина стежка только закрепки здесь нет как нужно посмотреть что у нас здесь так смотрим что здесь челноком челнок не вытаскивается во что-то плотно так сидит шпулька уже не родная видно что точили на токарном челнок пуля вроде так нормальная что-то с каким-то темным оттенком непонятно так и что здесь еще видно что вот это вот пружина уже новая видно поставлена так попробуем заправить вставляем так так заправляем заправили так ну нитка нитка вроде как тянется нитка тянется вроде так ничего это уже посмотрим ну в общем то здесь нужно конечно заниматься ну шкив конечно крутится не совсем легко так видно что с нагрузкой идет шкив значит это конечно нужно будет пробрызгать в дешкой все так ну и посмотрим то здесь у нас вот оу здесь от остатки со старых шпулек вот гвоздя делали делали пятаки загна заклепках все соответственно на заклепках она не работать не будет так как здесь вот должны быть конусные направляющие на шпульки так что еще здесь вот есть интересная лапка так лапка видно для резинки что ли или для тесьмы какой-то может каркас какой-то вставляется вот с отверстием с таким и здесь вот про . идет вот сюда под иголку вставляется что-то вот нашел смотрите раритет швейни волки ручни промысловости у ссср да ну вот смотрите какие волки на шоу машинки производства одесса украина посмотрим что в далеком прошлом делали за иголки так смотрите какие короткие ручные иголки эти какой длины полная пачка так но и здесь вот еще руководство пяльцем для штопки чулок и ткани на любой швейной машине так ну что будем чистить машину потом пройдемся в дешкой раскрутим ее прокрутим все механизмы прочистим ну и потом уже посмотрим здесь вот смотрите видите слышите рукоятка нервы не действовало значит нам нужно сделать сюда поставим то ли резинку то ли кусочек кожи посмотрим что там за система что-то придумаем конечно же нужно сделать тут рукоятку не держит так ну и волка здесь вот иголка здесь нету фиксатора для иголки винта на его водители она смотрите поднимается прямо вверх нет ограничителя значит посмотрим может найдем так снимем лап откручиваем игольную пластину посмотрим что там у нас так но здесь конечно не чистилась сто лет отверстие игольной пластины побито иголками очень сильно побито так здесь просто вот она и на машина из-за этого туго и ходит смотрите сколько здесь запрессовано просто запрессовано все так вот и отпустил зубчики здесь просто целый клондайк пыли собрался кстати есть кто не чистит машинки вот точно так и в подольских швейных машинах смотрите какое запрессованный просто как камень так зубе наши выработочка приличная убираем чистим вот вот так ну и здесь вот снизу тоже видите сколько так ну все нам нужно снять нашу машину вот один винт должен стоять вот второй винт должен стоять но их там нет они выкручены значит нужно просто поднять и снять машину вот так вот приподнимаю машину и но и беру вытаскиваю на себя видите все снял поставил так ящичек мы этот убираем тут вот еще иголки еще от остатки так пластины какие то в общем это убираем вот еще нитки наверное тоже тех лет нитка толстая еще ничего так не совсем трухлявая так открутим вот эту боковую крышку так еще винт похоже здесь похоже здесь залито маслом все прикипела точно прикипела видите что так берем отвертку помощнее здесь нужно прочистить маслом залито все залипло так как так 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 вот так так